Застройщика, который вел незаконные работы на французском бульваре, штрафовали на 700 тысяч гривен. Если в течение 15 дней компания не погасит задолженность, то на счета фирмы могут наложить арест. Напомню, на территории бывшего санатории имени Чувырина строят без разрешительных документов. Больше об этом расскажет наша Ольга Голодова. Пять лет назад здесь, в бывшем санатории имени Чувырина, лечили детей с сердечными заболеваниями. Сегодня это уже частное здание и территория. Здесь застройщик самовольно залил фундамент для будущего строения. Вот рядом с памятником архитектуры уже опалубка. Представитель компании уверяет, таким образом строители лишь восстанавливают бывший спальный корпус. Вырод котловато, залит бетон. Капитальный фундамент. На месте пристройки советских времен идет вот эта реконструкция. Функциональное назначение памятника архитектуры, согласно всех документов, это спальный корпус. То есть, в принципе, целевое назначение не изменится, оно останется, как и было. Документов ни на эту конструкцию, ни на другие строительные работы на территории у компании-застройщика нет. Дело в том, что помещение на французском бульваре 28-30, комплекс дач Анатры – это памятники архитектуры местного значения. И хотя объекты, земля под ним и рядом с ним собственность компании «Бизнес Бут», что-либо строить здесь можно только по специальному разрешению. За самовольное действие компанию оштрафовали. Вынесено постановление об административном штрафе 500 тысяч раз. Второе – выполнялись работы нелицензированной организации 130 тысяч два. И третье – ими была зарегистрирована декларация на начало выполнения работ с недостоверными данными 50 тысяч три. То есть с общей сложностью практически на 700 тысяч гривен было вынесено штрафных санкций. Если в течение 15 дней компания-застройщик не заплатит штраф, ею займется исполнительная служба. А на счета компании наложат арест. По закону о охране культурного наследия существует статья, по которой невыполнение предписаний органов охраны культурного наследия влечет за собой следующие штрафные санкции, которые возрастают в геометрической прогрессии. Члены строительной комиссии обратятся в ГАСК, чтобы заставить застройщика демонтировать самовольную конструкцию.